10 признаков того, что почки работают неправильно Увязнуть в шуме и суете повседневной жизни слишком легко, поэтому мы редко останавливаемся и думаем о том, что наши тела постоянно перегружены, выполняя тысячи действий и просто поддерживая в нас жизнь. Ваше тело на самом деле посылает сигналы о помощи, когда что-то работает не так, как должно, и последствия игнорирования этих сигналов могут быть серьезными. Адми составил список из 10 признаков, которые указывают на то, что почки работают неправильно. Выразите свою любовь к этим бабовидным органам, посмотрев видео до конца, и вы узнаете, все ли с ними в порядке. Номер 10. Проблемы со сном Прежде всего давайте выясним, что именно делают почки. Они ответственны за выведение токсинов из организма через мочу, так что можно называть их своего рода мусорщиками организма. И если они функционируют неправильно, эти неприятные токсины остаются в организме и крови. Когда в теле избыток токсинов, заснуть бывает очень тяжело. Вот почему проблемы со сном могут быть сигналом о проблемах с почками. Конечно, если у вас был волнительный день или вы выпили больше кофе, чем обычно, неудивительно, что вы не можете уснуть. Но если все идет как обычно, а вы лежите в постели, подсчитывая и подсчитывая и подсчитывая овец, стоит проверить почки. Кстати, люди с хронической болезнью почек часто страдают от апноэ во сне. Это расстройство, при котором человек во время сна фактически перестает дышать. Это длится всего пару секунд за раз, потом нормальное дыхание возвращается с громким храпом. Но это все же довольно страшно. Поэтому, если вы или кто-то из ваших знакомых серьезно храпите, возможно, пришло время обратиться к врачу. Вот как это работает. Красные кровяные клетки разносят кислород по телу, что заставляет вас чувствовать в себе энергию. Конечно, чем меньше у вас эритроцитов, тем быстрее вы устаете. Существует гормон под названием EPO, который производит красные кровяные тельца. И угадайте, какой орган его вырабатывает? Правильно, почки. В здоровом состоянии почки перерабатывают витамин D для поддержания костей крепкими и выработки EPO. Так что, если вы вдруг почувствовали сильную усталость, стоит обратиться к врачу. Еще одна важная вещь, которую вы должны знать – обычно люди с хронической болезнью почек страдают анемии, которая возникает, когда почки функционируют на 20-50% от нормы. Если вы достаточно отдыхаете и спите, но чувствуете себя истощенным или испытываете общую усталость, обратитесь к врачу как можно скорее. Номер 8. Сухая зудящая кожа. Как вы уже знаете, здоровые почки выполняют огромную работу, удаляя из крови отходы и лишнюю жидкость, помогая производить эритроциты и поддерживая в организме нужное количество минералов. Если у вас сухая зудящая кожа, это может быть сигналом к неспособности почек сохранять необходимый баланс минералов и питательных веществ. Дефицит минералов может привести к заболеванию костей. А этого никто не хочет, правда? Что вы должны сделать, если у вас сухая зудящая кожа? Так это поддерживать водный баланс. Даже не думайте принимать какие-либо лекарства от зуда до обращения к врачу. Некоторые лекарства содержат ингредиенты, которые могут навредить почкам еще больше. Номер 7. Металлический привкус и неприятный запах во рту. Когда в крови слишком много отходов, это создает во рту металлический привкус, который влияет на ваши вкусовые ощущения. Не знаю, как вы, но я предпочитаю, чтобы моя еда казалась невероятно вкусной, а не металлической. Кроме того, неприятный запах изо рта – это еще один признак избытка токсинов и других видов загрязнения в кровотоке. Да уж, не думаю, что тут поможет тик-так. Еще одна опасность заключается в том, что высокий уровень токсинов заставляет людей в целом терять аппетит, особенно к мясу. Очевидно, что снижение аппетита приводит к нездоровой потере веса. Помните, что существует множество причин, по которым еда может иметь металлический привкус – от аллергии до проблем в полости рта. Обычно металлический вкус во рту проходит, если предполагаемая причина устранена. Если привкус продолжает появляться, обратитесь к врачу. Номер шесть. Отдышка. Может прозвучать неожиданно, но существует связь между заболеванием почек и отдышкой. Есть два основных фактора. Во-первых, лишняя жидкость в организме, которую почки не смогли вывести, легко попадает прямо в легкие. Во-вторых, анемия лишает организм кислорода, а это тоже приводит к отдышке. Опять же, помимо почечной недостаточности, есть куча причин отдышки. Астма, рак легких, сердечная недостаточность. Бег за автобусом, среди прочего. Так что, если вы не можете отдышаться, это не обязательно означает, что у вас проблемы с почками. Может быть, вы просто лежебок, о котором стоит подняться, больше двигаться и есть меньше пончиков. Эх, ну где же тут веселье? Но если вы заметили, что отдышка появляется постоянно после выполнения простых заданий, таких как поход на кухню или кормление кота, немедленно звоните врачу. Номер пять. Отек лодыжек, ступней и кистей рук. Итак, мы поняли, что почки, которые не справляются с работой, не выводят из организма лишнюю жидкость. Скопление жидкости может привести к скоплению солей, что вызывает отек в лодыжках, стопах и кистях. Отек нижних конечностей может также сигнализировать о заболевании сердца и печени или даже о проблемах с венами в ногах. Иногда прием лекарства, которое удаляет из организма избыток жидкости, может остановить отек. Но мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к специалисту перед покупкой таких лекарств. Проблемы с почками достаточно серьезны, поэтому вы не захотите добавлять к ним подозрительные побочные эффекты. Другая проблема заключается в том, что прием неназначенного лекарства сильно затрудняет работу врача, потому что вы можете замаскировать симптомы, которые обычно помогают поставить правильный диагноз. Номер 4. Боль в спине. Скорее всего, это не станет неожиданностью, поскольку почки расположены близко к спине. Боль в спине от почечной дисфункции обычно глубокая и ощущается прямо под грудной клеткой, но кто-то может чувствовать боль в передней части паха или в области бедер. Боли в спине и ногах могут быть вызваны кистами почек. Это большие, заполненные жидкостью мешочки, которые образовались в результате поликистозной болезни почек. Готов поспорить, что самые чувствительные зрители уже сейчас записываются к врачу. Но погодите секунду, есть еще кое-что, что стоит знать о боли в спине. Когда это результат проблем с почками, люди, испытывающие боль в спине, обычно болеют зачастую с высокой температурой, рвотой и частым мочеиспусканием. Если у вас нет каких-либо из этих симптомов, вы в безопасности или у вас другие проблемы, не связанные с почками. Нормальная боль в спине, которая не имеет ничего общего с почками, бывает разной. Боль более локализована, начинается внезапно и без лихорадки. Но в любом случае, если у вас часто возникают боли в спине, а болеутоляющие не помогают, не забудьте встретиться с врачом. Номер 3. Мешки под глазами. Мешки под глазами – это ранний признак проблем с почками. Если система фильтрации почек повреждена, они могут пропускать в мочу большое количество белка, вместо того, чтобы удерживать его и равномерно распределять по организму. Как можно догадаться, этот негодник-белок провоцирует отек вокруг глаз. Так что, если вы полностью уверены в том, что достаточно отдыхаете и спите, и вы точно не плакали во время очень трогательной сцены в ромкоме или семейном фильме, но мешки под глазами продолжают появляться, не забудьте назначить встречу с врачом. Ваши кровеносные системы и почки подобны инь и янь. Они взаимосвязаны и полностью зависят друг от друга. В почках есть нефроны, которые выводят из крови отходы и излишек жидкости. Если кровеносные сосуды повреждены, нефроны, которые фильтруют кровь, не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ. Вот почему высокое кровяное давление – это вторая главная причина почечной недостаточности. Существует способ контролировать высокое давление. Чтобы избежать почечной недостаточности, нужно добавить в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой, потому что она помогает в производстве красных кровяных телец и может предотвратить анемию. Если коротко, продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты включают листовую зелень, цитрусовые, злаки, рис и макароны. Номер один. Изменения в мочеиспускании Итак, мы говорили о том, что почки отвечают за выработку мочи и устранение отходов через нее. Даже если изучать мочу кажется отвратительным, не игнорируйте изменения в чистоте, запахе, цвете и внешнем виде мочи. Есть три наиболее распространенных типы изменений, которые нужно искать. Во-первых, повышенная потребность в мочеиспускании, особенно ночью, походы от 4 до 10 раз в день считаются нормой, если вы не пьете больше, чем обычно. Во-вторых, в моче видно кровь. Да, ее там точно не должно быть. Здоровые почки для получения мочи фильтруют отходы из крови, но если фильтр поврежден, клетки крови могут попадать в мочу. И третье. Наиболее распространенное изменение – это пенистая моча. Пузырьки в моче, особенно те, которые требуют смывать за собой несколько раз, пока они не исчезнут, указывают на то, что в моче находится нежелательный белок. У вас когда-нибудь был хоть один из перечисленных симптомов? Как вы с ним справились? Расскажите в комментариях под видео. Лайкните видео и отправьте его друзьям, они тоже должны знать, как заботиться о почках. И жмите подписаться, чтобы присоединиться к Адми на яркой стороне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok